Всем привет! В этом видео я поделюсь рецептом очень нежного вкусного бисквита. Для бисквита нам понадобятся следующие ингредиенты. Я использовала готовую арахисовую муку. Также можно просто взять поджаренный арахис и перемолоть в крошку в муку. К ореховой муке я добавляю пшененую муку, кукурузный крахмал, какао. Разрыхлитель отмеряю на молекулярных весах. Сливочное масло надо растопить. В чашу взбиваем яйца. Так как яйца мы будем использовать в граммах, надо перемешать вилкой яйцо и ввести нужное количество целых яиц. На видео я готовлю половины порций от указанного рецепта. Поэтому мне тут 2 целых яйца и дополнительно мне совсем немного не хватило. И я перемешала яйцо вилкой и добавила дополнительно сколько не хватает. Далее яйца надо взбить с сахаром до очень светлой воздушной пышной массы. Просеиваем к яйцам сухую смесь. Перемешиваю венчиком. Так очень удобно объединять сухие ингредиенты с яйцами. Когда все перемешала до однородности, добавляю это тесто к растопленному сливочному маслу. Немного добавляю, перемешаю сливочное масло с тестом и вожу эту смесь в общую чашу. И перемешиваю до однородности. Это делается для того, чтобы яйца не оседали и более удобнее было вести сливочное масло. Вначале перемешиваю венчиком, потом лопаткой. Собираю со дна, со стенок. Я выпекала этот бисквит 20 сантиметров в диаметре в кольце. 165 градусов примерно 20-30 минут. Готовность проверяем сухой палочкой. Готовый бисквит начинает отсоединяться от кольца по бокам. Остужаю примерно 5 минут и достаю бисквит из кольца. Снимаю фольгу. И вот такой нежный бисквит я буду разрезать на 2 коржа. Но также этот бисквит можно выпекать и высокий в кольце 16. Если я готовлю полную порцию теста, я готовлю 2-3 кольца 16 в диаметре. Конкретный бисквит я вырезала с квадратной вот такой формой, так как мне она понадобится в дальнейшем в муссовом торте. Бисквит получается очень нежный, воздушный. Он такой легкий. Он не особо влажный, но в то же время и не сухой. Бисквит совсем немного требует пропитки для того, чтобы хорошо объединиться, схватиться с начинкой. Как всегда, я срезаю эту верхнюю корочку, даже не корочку, а пленочку, так как это верхняя часть. Она более похожа на такую, как пленочку. Она такая влажная и отсоединяется от самого бисквита. Это я делаю у всех бисквитов. Этот бисквит получается что-то похожее на шифоновый бисквит и между бисквитом джаконда. Что-то между вот этими двумя бисквитами. Как бы воздушный он как шифоновый бисквит. По вкусу он немного напоминает бисквит джаконда. Я этот бисквит использовала и в муссовых тортах и конкретно в этом торте. С добавлением крема из сыра маскарпоне и сливок. Добавила вишневую начинку и получился просто нереально вкусный, нежный, сочный тортик. На мой вкус такой бисквит очень хорошо сочетается влажными кремами. К примеру, крем-чиз, сливки, творожный крем, любой муссовый крем. Так как сам бисквит очень нежный, воздушный, масляный какой-нибудь крем, мне тут кажется будет слишком плотный. Хоть и конечно на любителя. Но лучше тогда выбирать не на основе масла, а на основе шоколада крем-ганаш. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Обязательно встретимся в другом видео, где я покажу, как я готовила этот нежный, сочный торт. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok